Аудиокниги Театр на улице Это исследование нами предпринято для того, чтобы осветить тот участок театра, насчет которого не распинаются критики, не говорят пламенных речей на заседания глав искусства, который не рекламируется в газетах, не дает дефицита, но, тем не менее, имеет контрамарочников. Кто из вас, граждане, не присутствовал задарма на уличных спектаклях? Этот театр содержит в себе все виды сценического искусства. Улица оглашается пронзительным пением, куплетами, звуками флейты и трагическими монологами. Земля дрожит от топота танцующих людей и медведей. Все есть на улице. Старушка с герцогом На Кузнецком у витрины трикотажной лавки на фоне розовых сорочек и дамских фетровых колпачков стоит старая девушка в шляпке с фуалеткой. Старая помахивает большим рыжим ридикюлем и жалобно поет. Бегите во Фландрию, герцог Делинь, бегите во Фландрию, герцог, за вами сомкнется безбрежная синь и хлопнут железные дверцы. Мимо старушки с герцогом Делиньем, которому по неизвестным нам причинам необходимо мчаться во Фландрию, проходят деловые и неделовые люди. Неделовые люди долго стоят возле певицы и, покачивая в так-то головою, выслушивают песню до конца и уходят, не заплатив. Деловые быстро суют две копейки и охая устремляются за автобусом. Кое-как старушка перебивается. Если говорить честно, то почему бы ей, старой девушке, не процветать? В Большом театре тоже ведь не ахти, какие слова поют. «Бог всесильный, Бог любви, ты в немли моей мольбе» или «Милая Аида, луч светлый солнца» и ничего, процветают. Московские эсмеральды. Сказавший «А» должен сказать «Б». Там, где опера, там без балета невозможно. Академический балет представлен на улице двумя цыганочками лет по семи. Цыганочки работают в двухстах шагах от певицы. Они богато украшены малахитовыми серьгами и изумрудными соплями. Выпучив животики и тряся многочисленными юбками, цыганочки откалывают мессереровские антроша с уклоном в танцы народностей. Танцы их еще короче, чем на понедельничных сборных халтур-абендах. Неделовых людей, которые и тут хотят ускользнуть от уплаты денег, балетчицы грубо оскорбляют словами и даже действиями. Настоящий персимфанс. Какой же порядочный театр, насчитывающий не менее пяти ярусов из ста колонн, мешающих зрителю смотреть на сцену, может обойтись без хорошей классической музыки? Хромой скрипач-флейтист в черных очках, уличный персимфанс, передвижной симфонический оркестр без дирижера, выгодно отличается от понедельничного персимфанса тем, что он действительно, первое, передвижной. Настоящий персимфанс предпочитает отсиживаться в Большом зале консерватории. Второе. Симфонический. Работает без участия именитых гастролеров. Третье. Без дирижера. В настоящем персимфансе, говорят профессор Цейтлин, нет-нет, а взмахнет смычком и строго глянет на музыкантов, посильно заменяя дирижера. На улице дело чистое. Дирижера действительно нет, если не считать постового милиционера, дирижирующего уличным движением. Да и то, взмах его палочки подает музыкантам сигнал убираться по добру, по здорову, пока их не свели в отделение. В лапу с эпохой. В области цирка и эстрады уличные артисты совершенно заткнули своих рабисовских коллег. Никогда в мюзик-холле не увидеть фокусника, работающего с такой отчетливостью и блеском, как китаец, дающий свои волшебные представления на бульваре. Всемирно известный загадочный индивидуум и загадка лабораторий «Пятьсот аншлагов в Нью-Йорке и Минске» Мосье Касфикис приезжает с пятнадцатью вагонами аппаратуры. Во время работы ему помогают дюжины индусов со скрещенными руками и десяток отечественных верзил, снующих за сценой. И нет-нет, а номер не удается. То испортится астральный фонтан, то заезд-блок, и воздушная посылка остается висеть в воздухе, то с галерки раздается крик оскорбленного ребенка «Мама! У него птиц позади привязана на веревочке!» Но китайца с Тверского бульвара, не поймаешь, триста отчаянных любителей фокусов заглядывают в самую его душу и все же не могут открыть секрета. Беспризорный аккомпанирует своим куплетом на ложках, унесенных из Нарпитовской столовой, и тексты исполнения гораздо свежее, чем у всяческих музыкальных клоунов. Даже в танцах дрессированных медведей отразилась современность. В то время как на цирковой арене медведи отплясывают фокстрот, их уличные собратья идут в ногу, в лапу с эпохой. — А покажи, Миша, — говорит вожак, дергая цепь, — покажи, Миша, как у нас поднимают производительность труда. А ну, покажи, Миша, как супруги из ЗАГСа идут. И Миша показывает все, что требует эпоха. Великие артисты — это нищие. Играют они великолепно. Играют по методу Станиславского. Переживают. Натурально кашляют. Идеально хромают. В ролях слепых играют так, что никакому королю Лиру не угнаться. Тут вы увидите Фирса. — Уехали, — говорит Фирс. — Хе-хе, а меня забыли. — Хе-хе, подайте бедному старичку. Три дня старичок не ел. Совсем старичок отощал. Юродивые из царя Федора Иоаннача стоят в уголку с кроткими лицами, робко протягивая ручку. И дядя Ваня, тряся своей великолепной бородкой, конфиденциально шепчет «Подайте бывшему землевладельцу и крупному собственнику». Хорошо играют. И, казалось бы, рольки крохотные, а как и сделаны — великие артисты.